МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бивикова. Сегодня мы расскажем. В Гродненской больнице номер 4 появился современный томограф. Оборудование будут использовать для диагностики болезней у жителей города. Сколько деревьев посадили и в каких микрорайонах города еще требуется дополнительное озеленение. Итоги проекта по компенсационным посадкам деревьев подвели в городе. Юбилей, который празднуют премьерами и восстановленными спектаклями. Как отмечает свой 40-й день рождения Гродненский областной театр кукол. Призывная кампания продолжается. В Гродно в военные части отправились первые новобранцы весеннего призыва. В Гродненской городской больнице номер 4 появился современный томографический аппарат. Использование этого оборудования, уверены врачи, улучшит диагностические возможности. Новый томограф рассчитан не только для пациентов, находящихся на стационарном лечении, но и для помощи в обследовании пациентов амбулаторного профиля. Revolution Evo – таково название новейшей модели рентгеновского компьютерного томографа. Был выпущен он в январе 2021 года и собрал в себе лучшие на данный момент технологии из всех предыдущих линейк аналогичных аппаратов. Основное его преимущество перед классическим рентгеном – улучшенная детализация исследуемой области, неоценка изображений в различных плоскостях и режимах. Данный аппарат рассчитан на 128 срезов, что существенно снизит время пребывания пациента под ионизирующим излучением. Данное исследование достаточно востребовано в клинической практике, как для скрининга, так же и для каких-то диагностических задач. Томографический стел способен выдержать массу пациента до 227 килограмм, то есть практически любого человека. Планируется, что новый томограф начнет работать на базе Гродненской больницы номер 4 с 1 июня и тем самым существенно облегчит нагрузку на другие учреждения здравоохранения. Таких больниц, к слову, в Гродно всего три. Сейчас идет обучение для работы с этим классом оборудования. Все городские клиники города Гродно по своим диагностическим и клиническим возможностям должны соответствовать современному уровню. Это иметь аппараты компьютерной томографии, магниторезонансные томографы и прочее диагностическое и лечебное оборудование. Это первый этап. В 4-й больнице города Гродно устанавливается, запускается компьютерный томограф. В подготовленном помещении проводится закупка магниторезонансного томографа. Планируется закупка современного эндоскопического оборудования для операционных. В Комитете государственного контроля Гродненской области подвели промежуточные итоги по контролю за деятельностью аптек в вопросе регулирования цен на лекарственные средства. Проверки по этой теме начались в начале года. Поводом послужили звонки на горячую линию с жалобами на отдельные аптеки, в которых серьезно взлетели цены на лекарственные средства. В итоге контрольными мероприятиями в регионе было охвачено 20 аптечных сетей частной собственности и одна государственная. И хотя не обошлось без замечаний, в целом к вынесенным по результатам проверки предписанием большинство аптек за некоторыми единичными исключениями прислушалось. Как показывают наши результаты, уже промежуточные полученные, в ряде случаев в аптеках цены снижены. Цены снижены в некоторых даже от 10 до 30%. И это мы отмечаем как положительный такой коврецовый показатель и показываем примером для всех остальных частных этих аптек. Также на особом контроле остаются те аптеки, у которых цены остаются неизменными или они снижены достаточно не на должном коврецовом уровне. Таким аптекам у нас направляются по следующей рекомендации для принятия мер реагирования. Вместе с тем одна сеть аптек своевременно постановление не выполнила, и ее деятельность на некоторое время была приостановлена. Кроме того, замечания были к аптекам и в вопросе соблюдения фармацевтической деятельности. Однако все же добросовестных аптек было больше. В ходе мониторинга нами была проведена проверка или мониторинг ряда аптек совместно с Комитетом государственного контроля. Необходимо отметить, что явных нарушений, завышение цен нами не было выявлено. Были допущены незначительные изменения цен, которые были обусловлены тем, что цена установлена была до выхода этого распоряжения. Поэтому на сегодняшний момент ситуация в наших аптеках является контролируемой и не вызывает каких-то опасений. 14 мая прямо с плаца сборного областного пункта в военной части вооруженных сил Беларуси отправились 70 призывников. Призывная кампания, начавшаяся в феврале, сейчас вышла на завершающий этап. Этой весной ряды военнослужащих пополнит порядка 10 тысяч призывников по всей стране. Отправка новобранцев сейчас только набирает обороты и завершится в конце мая. Напомним, войска призывают годных к службе в армии молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отстрочку. Как проходила отправка и как чувствуют себя новобранцы, расскажем в следующем сюжете. Ну что, дорогой товарищ, мой друг, ты идешь в серьезный жизненный путь. Желаю тебе оставаться таким же крепким, чтобы тебя армия не сломила, а наоборот, помогла раскрыть в тебе те тайные тропки. Чтобы, скажем так, чтобы ты всегда слышал то, ну то есть там будет много чего говорить, но ты всегда вычленяй суть. Вот, поэтому желаю тебе всего самого доброго. Грунница Сергея Кулевича на срочную службу пришли проводить друзья. Кто-то из них уже вкусил армейской жизни и вернулся на дембель. Поэтому слова напутствия от уже получивших такой опыт приятелей услышать полезно. Сергею Кулевичу 25 лет. Он уже успел получить высшее образование и поработать по специальности. В марте молодому человеку пришла повестка и, признается, немало его удивило. Однако долг есть долг, и его нужно родине отдавать, посчитал Сергей. Своего волнения призывник не скрывает. Однако слова служивших отца и деда помогли собраться и подготовиться к службе в армии. Сергей Кулевич будет служить на базе охраны и обслуживания при штабе Министерства обороны. Один год. Такой срок у всех призывников с высшим образованием. Армия, наверное, своеобразная школа жизни. То есть, какое-то воспитание дисциплины, закалка характера. Я надеюсь, что будет интересно, и что-то я смогу оттуда вынести, а не просто потеряю год впустую. Не секрет, что среди призывников бывают и те, кто службу в вооруженных силах воспринимают как трату драгоценного времени. Однако, уже отслужившие в большинстве случаев рассказывают о своей срочке как об отличном опыте жизни. Одни говорят, что армейский устав помог навести порядок как в голове, так и в жизни. Армейская собранность и аккуратность идут по руку своенослужащим. А другие вспоминают сослуживцев и быт, который хоть сильно и отличается от гражданского, но все же свой колорит и особенность несомненно имеет. Несмотря на такую дождливую, действительно нелетную погоду, все же военная призывная кампания продолжается. Сегодня с отправного пункта долг родине поедут отдавать около 70 призывников, а до конца мая это количество увеличится до 800. Они поедут в спортивный комитет вооруженных сил, в пятую бригаду специального назначения, в Минскую военную комендатуру и другие военные части нашей страны. Этих ребят офицеры называют еще гражданскими, которые даже пороху не нюхали. Это ребята, у которых за спиной осталась обычная жизнь, далекая от устава. Еще нет армейской выправки и уверенности в том, что будет дальше. Однако уже завтра их ждет подъем на заре по команде, военная форма и первый шанс себя показать, будь то на плацу, учениях или даже в казарме. В этом году, к слову, призывная кампания имеет свои нововведения для студентов высших учебных заведений, которые касаются военной службы в резерве. В качестве эксперимента проводится отправка юношей, обучающихся в учебных заведениях агропромышленного комплекса на службу в резерве. Это порядок следующий. Во время летних каникул они будут направлены на службу в резерве, в воинские части для получения военно-учетной специальности. И так в последующем, после первого курса, после второго и третьего курса они также будут направляться. И, закончив учебное заведение, они получат, кроме диплома специалистов агропромышленного комплекса, они получат уже военный билет и военно-учетную специальность. Весенний призыв служить в резерве пожелали трое молодых людей. А далее подобная практика будет проводиться с учетом именно этого опыта. Впереди тех, кто этой весной отправляется служить, ожидает обучение. Курс молодого бойца – КМБ, как сокращенно его называют. После – присяга. Она назначена на 12 июня. В прошлом году из-за сложной эпидем-ситуации на присяге не могли присутствовать родственники. В этом же году такие ограничения были сняты уже в пунктах отправки новобранцев. Поэтому увидеть присягу родные и близкие смогут, но при условии соблюдения всех мер безопасности. Все же масочный режим и социальную дистанцию пока еще не отменили. Наталья Мельникова, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. В Гродно продолжается озеленение. Развитие нашего города, появление новых микрорайонов требует не только развивающейся инфраструктуры, но и дополнительного озеленения – создания так называемой защитной зеленой зоны. План так называемой компенсационной посадки составлялся заранее и приоритепными местами, где требовалась высадка дополнительных деревьев или кустарников, стали пешеходные зоны и объездные дороги. Наиболее активно дополнительное озеленение проводилось в микрорайонах Вишневец, где за прошлый год было высажено порядка 350 деревьев. Девятовка – там посадили более 300 деревьев. Ольшанка и Грандичи. К слову, большой вклад в реализацию проекта внесли предприятия города Гродно. За счет заключенных договоров с предприятиями, которые сляли компенсационное мероприятие, были высажены за 2020 год 1480 деревьев и 224 кустарника, что позволило сэкономить бюджету более 180 тысяч рублей за 2020 год. За 2021 год ситуация лучше – 1680 деревьев и 394 кустарника. Это сумма сэкономленных бюджетных средств гораздо более 200 тысяч рублей. На этом план по компенсационной посадке на текущий год в городе не завершен. В этом году планируется высадить не менее 3000 деревьев и 2000 кустарников. К слову, украсят улицы новых микрорайонов нашего города такие породы деревьев, как клен, липа, ясень и береза. Что же касается выбора кустарников, преимущество отдается тем, что создают живую изгородь. Обычно гостям города легко запоминается нестандартное здание Гродненского областного драматического театра. Он бросается в глаза и находится на виду. Уютное и даже камерное расположение Гродненского областного театра «Кукол» возле парка Жилибера не такое броское. Однако именно театр «Кукол» многие гродненцы любят за особенную атмосферу и душевность. И такими чувствами к этому театру пылает уже не одно поколение зрителей. На спектакль «Василиса прекрасная» они приходили сами когда-то детьми, теперь приводят уже своих детей. Не меняется только зрительский восторг и удовольствие от спектакля. И так уже на протяжении 40 лет. На данный момент у Гродненского областного театра «Кукол» есть 130 спектаклей. Это 130 премьер, каждое из которых события. Из них 65 спектаклей в репертуаре, то есть готовы быть показаны на сцене. И в юбилейный год зритель не останется ни без любимых и знакомых спектаклей, ни без новинок и премьер. Причем стоит отметить, что Гродненский театр «Кукол» – это не только про актеров «Кукол» и детские сказки. Взрослый зритель постоянно устраивает аншлаги на спектакле этого театра. Я думаю, театр отмечает какие-то важные даты всегда новыми премьерами. Поэтому, конечно же, для взрослых мы приглашаем на спектакли «Локис» и «Время пост». А также все то, что будет дополнительно показано из нашего театрального наследия, так сказать. Ну и ожидающиеся, конечно, премьеры для детей. Вот это приключения в виртуальном королевстве и планируемая «Русалочка» по Андерсену. В середине лета юных поклонников театра ждет премьера «Театра кукол» – спектакль по мотивам сказки «Западная принцесса». По оригинальному сюжету принц ищет себе суженую во всех концах света. Но режиссер-постановщик сделал историю немного ближе к современному зрителю. Теперь принцу предстоит искать себе принцессу в виртуальном пространстве. Обещают интересные визуальные и музыкальные решения. Ну а в сценографии и игре Гродненский областной театр «Кукол» не подводит своего зрителя уже 40 лет. А к осени драматичная и подходящая всем возрастам «Русалочка» Андерсена тоже должна быть в листе ожидания у каждого уважающего себя театрала. Это спектакль независимый, нет ему возраста. Для детей, да, здорово. Они узнают хороший месседж, что вот надо быть добрым, там, отзывчивым, тра-та-та, увидят куклы, увидят красивую игру артистов, хорошую сценографию. А для взрослых надо то, что будет внутри, что код этого произведения. Код – это самоотверженность, самоданность. И, ну, это произведение прекрасно это доносит. Поэтому его обделить взрослый коллектив, взрослые зрители, да, что, типа, не ходите, вот, потому что это же для детей, и вообще театр кукол – это вот этого вот. Нет, театр кукол – это современно, пожалуйста, приходите туда, посмотрите, что это такое вообще. Вот, поэтому на этот спектакль, пожалуйста, идите все. В театре кукол рассказали, что, несмотря на непростые условия, в которых все сейчас живут, театр выезжает на фестивали, и именно гродненцев там всегда ждут с особенным трепетом. И юбилейный год не станет исключением. А теперь новости от игры «Удача в придачу» с Евроопт. 4 мая в 154-м туре игры «Удача в придачу» своих обладателей нашли крупные денежные выигрыши. 30, 40 и 50 тысяч рублей. А что еще? А еще, конечно же, квартира в Минске. И это еще не все. Два стильных внедорожника Джилии уезжают своим победителем. Ну и это еще тоже не все. 10 тысяч других денежных призов. Эта игра «Удача в придачу» повезет каждому. Розыгрыш 4 мая принес радостные эмоции покупателям Евроопт по всей стране. Определить имя главного победителя 154-го тура помог известный певец Алексей Хлестов. «Я не забуду твоего имени». Как ощущение, когда ты вытаскиваешь аре, там оба? И, честно говоря, я действительно волновался по-настоящему. Потому что у человека появляется квартира. Может быть, они о ней мечтали, там, не знаю, там, 5 лет, 10 лет. Но это круто! Из-за плохой связи главная победительница 154-го тура игры «Удача в придачу» не сразу поняла, насколько ей повезло 4 мая. Татьяна Хаткевич живет в деревне Мачулище Минского района. Но сейчас отдыхает в санатории на озере Нароч. Сразу после прямого эфира поздравить победительницу отправился Виталий Карпанов. В финале розыгрыша у Татьяны было 4 кода, один из которых и принес ей победу. Выиграть маме квартиру помогла младшая дочь. Именно она приобрела несколько любимых шоколадных батончиков, которые были товаром удачи. Но пока жить в новенькой квартире в Минске будет старшая дочь с мужем. А он с мамой? А он с мамой. Слушайте, видите, а? А теперь своя собственная квартира. Но мечта? Конечно, мечта. Получается, мечта может исполняться? Мечты сбываются. Уже 6 мая ключи и документы от квартиры были переданы победительнице, а после торжественного вручения Татьяна с дочкой отправилась осматривать свои новые владения. Вот она же, ваша квартира. Вы всех специально не позвали, потому что потом придете отдельно, да? Да? Ну что, как ощущения? Красота. Красота. Со двора сразу на седьмой этаж лифт поднял вас в собственную шикарную квартиру. Крупную сумму в 30 тысяч рублей с легкой руки руководителя историко-культурного комплекса «Линия Сталина» Александра Метлы выиграла врач из Бреста Валентина Бурачевская. Новость о выигрыше застала женщину в автобусе, когда она возвращалась с работы домой. Первому звонку от наших операторов Валентина не поверила. Потом она опять набрала телефон, говорит, что это, я говорю, это что, шутка? Нет, она сказала, да не шутка. Давайте вы, пожалуйста, выйдите с автобуса, мы с вами обо всем договоримся. 40 тысяч помогли разыграть шестикратные чемпионы Беларуси по танцевальному спорту Элина Веденникова и Антон Киреев. Выигрыш отправился Владимиру Караяну из Минска. Мужчина сейчас живет на даче, поэтому дозвониться в прямом эфире до него не получилось. Но узнав про крупный выигрыш, Владимир, не раздумывая, приехал в Минск. Я узнал, что мне в это самое сбросили смс. В 19-е там с чем-то сбросили смс. Уже после эфира. Да, после эфира сбросили смс, сказали, потому что мне самозвонили, я их слышу, а они меня нет. Не получается. Не получается, да. Людмила Войтик, главная победительница 153-го тура, помогла разыграть 50 тысяч рублей. На этот раз у дачи улыбнулась Виктория Пась из Минска. А вы о чем мечтаете? Квартира, нам нужна квартира. То есть вы нам очень-очень даже помогли с этим выигрышем. Поэтому безумно приятно, удивительно, не верится еще до сих пор до конца. Еще двое участников игры обзавелись новыми стильными авто. Кроссоверы Джили Кул Рэй, яркого, синего цвета, специальные призы от торговых марок Дорида и Ю-Уотер. Первый автомобиль выиграла Наталья Бабкова из города Орши. Мечтала, но не надеялась. Вы прям думали про новую машину уже, да? Думала. А заходили ли, может, вдруг в салоны присаживались, примирялись? Нет. А второй автомобиль достался мастеру по ремонту оборудования на предприятии «Белмедпрепараты» Дмитрию Зайцеву из деревни Оксаковщина Минского района. Ожидал, что я выиграю машину. Прямо вот так? Я помню, когда я пришел сюда, покупал товар у дачи. Я зашел, здесь стояло два автомобиля. И я так себе загадал, что нужно взять обязательно, чтобы был один код, и выиграть этот автомобиль. И запомнил, что розыгрыш 4-го числа. 155-й тур уже стартовал, и уже 4-го июня вас ждет новый розыгрыш. Покупайте товары у дачи в магазинах «Евроопт» и «Хит», а также в онлайн-гипермаркете «Едоставка» и получайте шанс на выигрыш квартиры в Минске, двух автомобилей и крупных денежных сумм. И только в супермаркетах и гипермаркетах «Евроопт» за покупку товаров у дачи выдаются скретч-карты с возможностью выигрыша более 250 тысяч моментальных призов. Все подробности на евроопт.бай. Удачи! Службой занятости города Гродно 26 мая 2021 года на сайте evacency.by проводится электронная ярмарка вакансий. Онлайн-чат с нанимателями состоится с 10 до 12 часов. 15 мая на стадионе «Неман» пройдет матч между хозяевами «Поля» и командой «Шахтер». Игра в субботу состоится в 14.30. Организаторы напоминают о соблюдении масочного режима. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте grodnoplus.tv.by. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова